До 30% и более такое падение на первичном рынке недвижимости ожидают аналитики по сравнению со вторым полугодием 2020-го. Как изменился спрос на недвижимость и за счет чего девелоперы удерживают интерес к проектам, обсудим с Елизаветой Севастьяновой, коммерческим директором Текта Групп. Как изменился спрос на жилье в этом году? Спал ли ажиотаж после рекордного роста? Если мы с вами посмотрим на первые 8 месяцев продаж 2021 года и сравним его с аналогичным периодом 2019 года, то мы увидим, что спрос на самом деле вырос на 30%. Да, безусловно, это можно объяснить тем, что первые полгода еще действовала льготная ставка по ипотеке, но если мы посмотрим, например, на продажи августа 2021 года, когда эта ставка уже была отменена, и сравним с продажами августа 2019 года, то мы увидим, что продажи в 2021 году на 8% превышают продажи в 2019 года. Да, ажиотаж спал, но спрос драматически, как многие эксперты предвидели, не провалился, остается по-прежнему высоким и вернулся к депандемийным показателям. Удается ли девелоперам сейчас установить равновесие спроса и предложения и сокращается ли дефицит предложения на рынке? Дефицит предложения на рынке существует последние полтора года, и здесь очень важно понимать, какие его причины. Очень многие думают, что основная причина дефицита на рынке – это то, что девелоперы почему-то, наверное, перестали выводить новые проекты. Однако это не совсем так. Если было небольшое замедление в конце 2019-го, в начале 2020-го года по выводу новых проектов, то уже с третьего портала 2020-го года эта ситуация поменялась, и девелоперы начали выводить в достаточных объемах проекты на рынок. Однако спрос был настолько велик, что все, что бы не вывели девелопера на рынок, мгновенно на рынке поглощался. То есть коэффициент поглощения был равен 0,4. Что это означает? Что если мы возьмем один месяц продаж и объем предложения на рынке, если бы мы больше ничего не продавали, то все было бы продано за 4 месяца. Это очень высокий показатель, показывающий дефицит предложения на рынке. Но он в первую очередь связан именно с этим с ажиотажным спросом. Уже в мае мы зафиксировали самый низкий за последние 7 лет объем предложения на рынке. И опять-таки, который был спровоцирован ажиотажным спросом. Сейчас предложение на рынке постепенно восстанавливается. Ажиотажный спрос ушел, он вернулся к нормальным показателям. Девелоперы стали расширять свои витрины, выводить все большее количество квартир в экспозицию. И мы видим, что эта ситуация меняется, и баланс спроса и предложения на рынке восстанавливается. Как рынок отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ? Мы действительно заметили небольшую просадку по ипотечным сделкам в июле, как раз в момент отмены этой программы. Но просадка была не драматическая, а порядка 20%. Сейчас у нас доля ипотеки, при том, что мы строим жилье бизнес и премиум класса, составляет порядка 70%. То есть означает, что 70 наших покупателей нормально адаптировались к новой программе и с удовольствием берут кредит по новым ставкам. Субтитры создавал DimaTorzok